Ну что, приезжаю я в Киев, сегодня я приехала и сразу попадаю на предпоказ фильма «Продюсер». Это наше кино, и там снимаются наши молодые актеры, и не только, даже Зибров снимается. Так как я еще не смотрела, пока только вот все звезды, я правда отошла. Сейчас подойду поближе, там очень много прессы, много людей, и вообще все очень-очень гламурно. Даже на какие-то очень звездные фильмы Марвела не такой ажиотаж, как, естественно, на наше кино. Поэтому оправдает ли он свои ожидания этот фильм или нет, мы посмотрим. И сегодня 12 число, и я думаю, скоро 14, где отмечать 14 февраля. Так как я теперь одна, то сидеть дома я не хочу. Я думаю, что надо собирать подруг и идти куда-то в заведение и пить вкусное вино. А мы 14 февраля с утра приехали в кинотеатр и посмотрели уже «Лего», после чего Дема сразу сказал «Я хочу лего». Пошли в магазин, но его внимание переключилось на «Хотвилс», слава богу, «Хотвилс» дешевле. На самом деле, да. Но Ника уже купила себе книги. В общем, дети меня разорили, 14-го. Да. Праздник. Да, Дема в машинке. Сейчас я вам покажу. Димит, покажи, что ты выбрал. Он собирает, у него их много-много, и даже есть гараж, и много-много треков, да, Демушка? Ну, да. Ну, расстроился, потому что он хотел большой трек, а мама ему купила, и всего лишь три «Хотвилса», да? Да. Дем, не бегай. Тут машины ездят. Это знаете как? Найди свою машину, и я начинаю такая искать. О, к нам кто-то приехал. Папа приехал к детям. Наверное, будет мы. Папа, ты у тебя хотел жить. Ого! Ух ты! Это там... С праздничком. Спасибо. С праздничком. Спасибо. И еще вот так. Ого! Это Ники. Это цветочки Ники. Это цветочки Ники, а тебе вон сердечко, какое красивое. А что будем делать? Ехать домой. Ехать домой будем, да. Нет, я не шарка, мимо. На самом деле, что я получу сегодня букет, поэтому благодарю тебя. Мне приятно. Пока мама за рулем, я вам кое-что расскажу. В букве купили книжки, и они на английском. В принципе, попробовать можно. Я буду переводить слова, которые мне непонятны, и заодно подписывать. Очень интересно. И я вот только открыла книжку про Алису за церкаль, и тут сразу в начале стих. Что мама хотела сказать? А у меня новое кольцо. Красивое. Ника помогла. Да, мы с Никой выбирали. На самом деле, я к кольцам отношусь. То есть, вы видите, да, у меня на руках колец нет. Я крайне редко ношу кольца, и сейчас начала себя приучать. До этого я носила такое, знаете, как многие думали, я носила на левой руке, а в отражении в инстаграме думали, что это правая рука, что да, как бы я там замуж собралась. Нет. Я просто начала приучать себя. У меня много колец, но как-то я после того, как развела, сняла обручальное, я как бы не хотела носить кольца. А сейчас начинаю себя приучать. Но это не знаю, к чему, что мне все постоянно говорят, Аня, пора замуж выходить, пора замуж выходить. Я замуж не собираюсь. Я кольца просто начинаю носить, потому что, ну, как бы, это красиво. Вот. Сейчас включила печку, запах, рост такой вообще. Я не могу сказать, что я сильно люблю букеты именно с розами. Я просто люблю красивые букеты. Но роза – это классика. И вообще, я на самом деле не ожидала, что сегодня я получу вообще какой-либо букет. А сейчас дуэт наш с Доминикой. Как раз к 14 февраля. Будет листья гонять по крышу, и шептать он тебя не бросил. Он вернется, еще увидишь. Ярк, что-то. Очень жалко, что есть на свете поезда в света вокзалах. Ярк, что-то не отпущу, и шептать он тебя не бросил. Он вернется, еще увидишь. Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Цыганочки. Я станусь, а скоро осенью. Я столкнусь, не знаю. Будет листья гонять по крышам, и шептать он тебя не просит. Он вернется, еще увидишь. дай покажу гараж вот есть треки но треки большие они у папы он играется у папы потому что тут у меня места нету и а треки огромный и вот эти вот хотвилсы они идеальны по размеру и по весу они идеальны давай скажем это крутая смотрите так крутая да а у нее есть имя у него эти все хотвилсы но имена у них есть или просто но хотвилса это фирма а имена у каждой машинки я ее называла бубик бублик а почему бублик потому что она гончая поэтому бублик да да оригинальный динитушка вот это посмотрите даже такая есть это не хотвилса но она такая тяжелая и такая интересная у них у нас разбирается хотвилса вот это тоже крутая коллекция я кстати давно думала собирать коллекцию хотвилс хотвилса вот она не слушайте ник у меня это знаешь как бы собирать коллекцию фарфоровых кукол и в то же время вот эти тебе коллекцию хотвилса потолить все молодец показал мне и показал доброе утро 15 февраля и праздники продолжаются смотрите курьер доставил от эйвон тут новая линейка называется инканта так пахнет вы даже себе не представляете очень пахнет потрясающий аромат сейчас я буду разбирать что это но я уже вижу это вот для тела лосьон в общем сейчас поближе все вам покажу розовый букет и кашемир косметическое масло для для ванн и тела с нотками янтаря ого 18 часов увлажняет также нефритовый цветок и шелк парфюмированный лосьон для тела сейчас я раскрою посмотрю по запаху но судя как пахнет в коробке за цветов то это что-то божественное просто так это парфюмированный спрей для тела боже я обожаю спрей для тела эйвон благодарю вас розовый букет и кашемир крем для рук также здесь есть тоже крем для рук с разными ароматами а демушка пришел со своей коробкой спасибо мой хороший это ж как ты меня любишь что ты мне даришь свои хотвилсы да спасибо любимый но я не могу принять этот подарок это ж твои любимые хотвилсы давай знаешь как маме будет вот такая коробочка с цветочками и с косметикой а тебе будут хотвилсы а ты будешь давать мне играть давай давай все договорились а ну открой покажи свои хотвилсы давай показывай вот такой вот у нас утром 20 февраля две коллекции розовый букет и кашемир и нефритовая клетка и шелк нефритовый цветок и шелк класс я чуть чуть пропала из влога собственного ну вернулась темка просто приболел у него была простуда температура но сейчас все норм самое интересное ничего такого не давала только отпаивала и температура сейчас вот нормально поэтому слава богу я сейчас еду на презентацию и сегодня хотела снять одно видео для вас как я зарабатываю деньги потому что у меня в инстаграме детской танки же обещала ты же обещала и я помню что на ютюбе я тоже говорила что то есть у меня кто-то спрашивал ань как я говорила что я сниму такое видео и вот все затягиваю с этими разъездами путешествиями все никак не соберусь хотя в принципе можно было бы и в путешествие где-то снять такое видео но знаете когда ты в путешествиях не особо так и хочется что-либо снимать хочется наслаждаться местом где ты находишься но я уже сейчас вернулась ближайший месяц я наверное точно никуда не поеду потому что у меня есть вопросы которые надо сделать киеве то есть я аккумулирующий свое время и полностью провожу время с детьми ну и как бы в работе и вот вопрос типа где ты работаешь где ты работаешь а дело сначала во влог это все а потом думаю ничего путать лучше отдельное видео снять и все вот поэтому поэтому скоро сниму если вам интересно напишите что да вы ждете такое видео потому что по факту у меня доход независим от места мне нужен только интернет и мне нужен компьютер и телефон ну как бы по факту и все поэтому я думаю что в принципе помочь мамам и только мамам вообще кому угодно это могут быть и мужчины на самом деле зарабатывать деньги строить дома путешествовать и все будут думать откуда откуда вы берете деньги потому что мне начали приписывать любовников потом помощи бывшего мужа потом мистеров иксов и тому подобное вот поэтому сразу говорю что помощи от мужчин у меня нету вообще в принципе приятно когда тебе помогают но также лет приятно быть независимой поэтому тут палка двух концах поэтому скоро я сделаю такое видео обещаю на в этом месяце сто процентов поэтому если вы не подписаны обязательно сейчас подпишитесь потому что это видео будет я думаю для вас актуально надо было раньше его снять чтобы как можно быстрее девчонки тоже могли зарабатывать деньги вот ну по крайней мере те которые у меня просили это видео и нажмите на колокольчик тогда вы будете знать когда видео вышло чтобы посмотреть его одним из первых и кстати я сейчас проезжаю хрящатик девчонки мне говорят очень нравится когда снимаю видео за рулем потому что видят улицы то есть видят киев на солнышко плюс 7 но я все равно в шубе потому что погода обманчива ладно не об этом напишите мне пожалуйста в комментарии пользуетесь ли вы добавками пищевыми добавками бадами ну в общем потому что мне бывший муж говорит а не димит типа болеет может быть заказать айхерба витамины и это когда мы опа включился знаете почему потому что у него друг у него семья у друга и дети там вообще не болеют выяснилось что валя это жена его друга заказывает валясь ты меня смотришь то тебе привет потому что на днях я хочу с тобой встретиться и узнать что ты заказываешь девочки вы тоже напишите может быть какие-то полезные до витамины там почему дети не болеют ну то есть очень многие говорят что пищевые добавки это как бы хорошо потому что с питанием мы не можем взять все то что как бы надо организму плюс экология и и много плюсов минусов мало там может быть свежего воздуха ну разные факторы я кстати тоже сейчас съеду на презентацию пищевой добавки это у меня тут пригласительный вот внутри light и тут новиночка double x внутри light double x и я узнаю что это за добавка но судя по вот картинке я уже понимаю что там собрано много полезного ну нам как блогерам дадут попробовать я дома ну я вам покажу и начну принимать я не знаю с одного раза да то есть с курса пробиваете месяц будет результат или нет но я думаю что будет потому что именно амвеевские продукты мне нравятся мне они подходят я пила разные и я принципе видела результат поэтому вот так сейчас чуть-чуть поснимаю все ну то что я узнаю новенькая я вам расскажу и пожалуйста правда вот мне очень важно в данный момент я очень хочу заказать витамины какие я не знаю я конечно поговорю еще с валей раз она детям своим дает и они не болеют как говорится да то есть надо узнать и скажите как у вас обстоят с этим дела может быть вы что-то тоже посоветуете буду очень благодарна питание они еще экология нервы стресс и еще слон вода еще вот они герой герой пальцами раздались на самом деле вы сказали все абсолютно правильно поскольку вы люди которые ведете здоровый образ жизни и разбираетесь но когда мы начинаем общаться с людьми слишком часто мы слышим и я как врач так однозначно это очень часто слышу фразы это все генетика слышали такое это все от природы было дано диду мэна помарви динфаркту прадед помарви динфаркту батько помарви динфаркту и я уже мотуюся а волосы у меня такие тонкие 5 раз меня на лысо в детстве брили и все равно тонкие там бабушку люсю а ноготки у меня слоятся это в дедушку петю слышали такое то есть от меня вообще ничего не зависит ногу тянув папу глаз моргает в маму часто это все генетика но увы это не так ученые в 2005 году нам уже сказали что ребята хватит хватит винить кого-то в том как вы себя выглядите и как вы себя чувствуете только 45 процентов есть наши гены то есть конечно же папа с мамой когда мы только задумываемся садятся за стол переговоров и начинают рисовать портрет будущего ребенка и конечно какой-то прадедушка даст какое-то заболевание но вопрос какой образ жизни мы с вами ведем как мы кушаем что мы пьем что едим как мы улыбаемся влияет на то когда это заболевание когда те гены будут проявляться а с клеточка нашего организма как из кирпичиков строится из белка жиры это наши мембраны клеточные мембраны строятся из правильных омега-3 жиров углеводы это наша энергия витамины и минералы это те вещества которые помогают как катализаторы энергии в организме чтобы все все и все процессы правильно проходили и осталось вот это страшное последнее слово фитонутриенты то есть слышали вы фразу что самые лучшие витамины находятся в овощах и фруктах слышали очень часто говорят об этом врачи это не случайно потому что овощи и фрукты содержат в своем составе эти волшебные частицы которые называются фитонутриенты только в растительной пищи они имеются они необходимы для того чтобы растение имело цвет чтобы растение имела запах имела вкус и благодаря фитонутриентам растение может выжить она может выжить в минус 30 другой может выжить плюс 30 на правильно растение конечно не обладает функция локомоции то есть передвигаться они не могут упало и все только в лицо к солнышку и стоим но мы с вами люди зачем же нам эти фитонутриенты почему же всемирная организация здравоохранения нам рекомендует кушать пять порций овощей и фруктов разных цветов то есть не ведро морковки сживать а потом картошки а потом лука а чтобы на нашей тарелке было все пять цветовых групп почему цвет волос не меняется брови другого цвета не становятся что же делают фитонутриенты в организме кажется это очень хорошо знали наши бабушки и дедушки поскольку книги по народной медицине хитомедицине они были вот такой вот толщины хотя известно нам в общем-то ну сколько витаминов 20 она книга по народной медицине она вот такой толщины именно благодаря разным фитонутриентам давайте вспоминать приезжали к бабушке с заболеванием мама привозила лекарства что бабушка делала лекарства от отбегала что давала вам чай с малиной вкусно было выпили чай с малиной а потом что бабушка говорила про потерь вот это волшебное слово про потерь я всегда поняла зачем мне потеть в продукте не содержится искусственных ароматизаторов красители это все натуральные цвета поэтому тут бы легко можно убедиться в том что фитонутриенты всех цветовых групп они присутствуют и плюс вы можете подойти потом посмотреть видите есть осадок то есть это осадок концентрат тех растений которые вы взяли вернулась после презентации сразу же давай открывать внутри light double x столько всего узнала девочки это вот я узнала самое главное кратко быстро расскажу что в тарелке в нашей ежедневно должно быть 200 грамм зеленых овощей фруктов белых также оранжевых красных и фиолетовых если этого нет то наш организм не получает то что должен получать поэтому пищевые добавки они как бы нам в пол и у меня есть подруга которая когда увидела что мне пригласили на презентации именно этого продукта говорит о их принимаю типа классный очень этой подруге я доверяю вы кстати можете ее знать это марина кабанчиком одежду кабанчиком спортивные костюмы и платья я вам не рассказывала и про девочку оставлю ссылочку на нее она сейчас путешествует и не очень классные stories и так вот здесь самое классное то что вот есть такой бокс здесь видите витамины минералы микроэлементы и фитонутриент о нем как раз и говорили очень много и я не буду сейчас рассказывать не затягивать видео вы просто загуглите так что вот так вот тут вообще очень удобно так что круто несу в марсе рассказываю показываю употребляю это мама заехала за хлебом и молоком это мама заехала за ёршиками в общей сложности 2000 гривен эпицентр и молоко с хлебом около по 600 или 700 в общем меня в магазин опускать нельзя делать я думаю каждый из вас такая же не